Обшарпанные стены, мусор в подъезде, неприятный запах. Так можно описать общежитие по улице Гагарина 36-4. Зданию почти 40 лет и выглядит оно словно после бомбежки. Ремонта здесь никогда не было, даже косметического. В общежитии насчитывается около 300 комнат, только в основном в них проживают квартиранты. Те, для кого комнаты здесь единственное жильем, боятся тут жить. Говорят, из стен почти каждый день выпадают кирпичи. К счастью, несчастных случаев пока не было. Окна невозможно открыть, вонь идет, комары, мошки. Вот в данный момент у меня же второй день трубы текут, непонятно откуда ведро ставлю, то и дело выливаю. Приходили Акимат, говорит, создавайте КСК. Никто не хочет идти, потому что мы ходили деньги собирали в прошлом году под 200 деньги, так нас матами посылают. В 2011 году жители общаги согласились на модернизацию. По государственной программе отремонтировали крышу, которая не прослужила им и года, оплатить приходится до сих пор. Крышу сделали, отремонтировали, она в этот же год потекла. Подвал начали делать, чуть старые там. Вот в основном потом к нам уже приезжали в этом году, когда... А, в прошлом году смотрели, говорит, у вас здесь, говорит, еще в советских времен трубы стоят. Что, говорит, вам здесь сделали, говорит, непонятно. Они потому что сгнили. А остальные деньги, которые у нас была здесь, комендант Аня, она построила себе коттедж, купила себе джип навороченный и ушла отсюда потихонечку. Ее потом больше никто найти не мог, хотя всю жизнь здесь, на квартирах. Да, на квартирах жила. И ушла, все, после этого ее посадили, дали, ну, сначала год, потом по состоянию здоровья условный срок дали и отпустили ее. Доставляет проблем жильцам и увеселительное заведение, которое расположено на первом этаже. Невозможно жить, потому что дым постоянный, шашлык, шум, гам, драки. Детям площадку должна быть там быть. Площадки нету. Детям негде играть. Сами видели, на помойке дети играют. Невозможно. Участковым жалуются на какие-то просьбы, прийти, там пыхтят клеем, на крышу сидят, пыхтят, пьют, не приходят, не реагируют. В отделе ЖКХ сообщили, жильцам нужно за свой счет вызвать комиссию. И если общежитие признают аварийным, то его в порядке очереди будут сносить. Данный дом не изначится в списке официально признанных аварийными. Чтобы данный вопрос, для этого жильцам необходимо обращаться к организации, имеющейся в своем составе отстанных экспертов на воздушное заключение. По данному адресу жильцам необходимо в первую очередь создать орган управления, согласно жилищному законодательству, который будет принимать меры своевременные по текущему ремонту дома, по содержанию дома. Так как это общежитие не берет обслуживать ни одно КСК, жильцам нужно рассчитывать на собственные силы, проявить инициативу собрать деньги, заштукатурить стены, поменять трубы в подвале. А иначе в зиму люди могут остаться без отопления.